Всем привет! Давайте я расскажу, как очень запросто сделать настоящую батарейку. Для этого не понадобится сверхсложных деталей. У меня кусок алюминиевой трубки, а точнее это обрезок лыжной палки, кусочек бумаги и медная проволока. Заметьте, что медная проволока должна быть зачищена. Просто заверните алюминиевую трубку в бумагу и намотайте поверх медную проволоку. Ну вот и все. Всего два действия и у вас готова батарейка. Эта батарейка работает от воды. И лучше всего работать она будет от соленой. Давайте проверим ее возможности. Для того, чтобы батарейка заработала, ее надо намочить. Я возьму чайную ложку воды и обильно полью прямо на батарейку. Помните, как Юпи, чтобы сделать напиток, просто добавь воды. А в данном случае, если вы хотите, чтобы батарейка заработала, ее надо намочить. Через некоторое время бумажка размокает, рассол начинает действовать и батарейка вырабатывает электричество. Его легко можно проверить прибором. Мощность такой батарейки не очень велика. Напряжение всего лишь 0,65 Вольта. А ток примерно 1 или 1,5 мА. Но постепенно такая батарейка набирает мощность. И в этом вы легко убедитесь, если через некоторое время снова проведете измерения. Вы можете сказать, фу, да с такой батарейки ничего не запустишь. Даже через некоторое время она вырабатывает всего лишь вольт и 1,5 мА. Но мощность этой батарейки легко увеличить. Намотайте поверх проволоки еще один кусочек бумаги. Сверху это дело заверните в пищевую фольгу или фантик от конфеты. Зафиксируйте все медным проволдом или изолентой, можно нитками. Особого значения это не имеет. Главное, чтобы уплотнить фольгу и она максимально плотно прижималась к бумаге. А теперь смотрите, что произойдет. Вот, напряжение увеличилось уже до 0,75 Вольта. А ток вырос и стал 8 мА. Ну вот, приборы показывают, батарейка работает. Казалось, можно заканчивать ролик и сказать, все, вот рабочая батарейка. Так, наверное, поступил бы любой ленивый ютубер. Но я все-таки продолжу. Давайте я дополню эту батарейку. К этой батарейке я подключу свою самодельную маленькую батарейку из алюминия. Эта батарейка способна сгенерировать более Вольта. Конечно, мощность этой батарейки мала. Но зато напряжение гораздо больше, чем у батарейки из алюминиевой труб. А соединив их последовательно, мы сможем получить достаточное напряжение и ток, чтобы засветить что-нибудь вроде светодиода. Но засветить светодиод это слишком просто. Давайте засветим матрицу светодиодную от фонаря. Итак, я соединяю батарейки последовательно, подключаю матрицу. И что же, две самодельные батарейки засветили в светодиодную матрицу маленького фонаря. Чудесно! Можете повторить все это дело дома. А если хотите узнать, как делается маленькая батарейка на 1,2 Вольта, смотрите следующий ролик. А на этом все. Пока!